Добрый день, дорогие зрители! Вас приветствует Яна Горбунова в нашей программе «Психология для всех». Сегодня мы пригласили в гости Марину Тарасюк, психолога, большого специалистка по подросткам. И Марина работает в Киевском институте психотерапии «Я». И будем мы сегодня общаться на очень животрепещущую тему для всех родителей подростков, что происходит с подростками, почему они себя ведут, и поговорим о вопросах, которые прислали мне читатели в фейсбук-странице. Добрый день, Марина! Я очень рада, что вы пришли к нам в гости. Хочу сказать, что у меня есть двое детей и подростков, которые Марину просто обожают. И первый такой вопрос, сразу начну с вопроса дочери, которым обычно у вас завершаются занятия. Почему и как вы стали психологом? Очень популярный вопрос, на самом деле, от детей. Как правило, когда мы беседуем в группе или в индивидуальной консультации, дети часто спрашивают почему-то. Но на самом деле в моей жизни не было какого-то события, которое бы спровоцировало или дало бы мне такое решение. Это случилось где-то в восьмом классе, когда я выбирала профессию. Все было очень прозаично. Я решила, что я хочу быть психологом. Ну и, в общем-то, мне кажется, что человеческая психология, она обуславливает все остальное. По сути, в основе вообще всех наших каких-то социальных процессов лежат наши потребности, наши чувства, наши эмоции. И это обуславливает и рождает все остальное. Мне хотелось работать с тем, что лежит в самой сути. В основе. Да, мне казалось, что это самое главное. А почему подростки? Как так получилось, что именно подростки? Почему подростки? Вы знаете, наверное, в этом мне помог младший брат мой. У нас с ним разница в возрасте 9 лет. И когда я выбирала такую же специализацию для себя, он как раз в этот чудесный возраст вступал. И благодаря тому, что Леша как-то всегда был очень открыт, и у нас всегда с ним были очень хорошие отношения, мы были в контакте, для меня подростки никогда не были чем-то проблемным. Мне казалось, что это, наоборот, очень интересный период, это очень интересный этап, с этим можно играть, с этим можно взаимодействовать. В этом много перспективы или изменений. И вот как-то, наверное, благодаря ему процентов на 70 это произошло. Можно было ставить эксперименты, опять же, над своим подростком. В том числе, да. Он был очень благодарным в плане того, чтобы с ним можно было посотрудничать. Он всегда был открыт, и я ему за это очень благодарна до сих пор. Ну и теперь вот такой интересный и самый главный вопрос, да, потому что то, с чем я сталкиваюсь, очень многие родители в шоке от того, что вот хорошая девочка или там очень уважительный мальчик, который был послушный, вдруг начинает воевать, хамить, грубить. Что происходит вообще с подростками, да? Что у них происходит в жизни? Почему они так сильно меняются? Вопрос очень хороший. Вопрос, наверное, ключевой, я думаю, да, вообще в нашей передаче и вот в том, что интересуют родители в плане подростковой темы. Я постараюсь ответить максимально лаконично, хотя об этом можно говорить долго, и в рамках наших тренинговых программ мы говорим об этом чуть ли не два дня и больше. Ну, стоит сказать первое, что у всех по-разному, да, то есть какие-то дети легче проходят этот период, у кого-то это проходит сложнее. Обусловлено это очень многими факторами. Мы рассмотрим основные четыре, если коротко. Первый – это нейрофизиология. Это то, что происходит в мозге ребёнка, вот на уровне нейропроцессов. Происходят очень серьёзные изменения, происходит изменение функционирования вообще мозга в целом, да, если можно так выразиться. И это отражается на поведении. Если у нас будет возможность, я чуть подробнее расскажу про это. Это связано также с психологическими потребностями ребёнка, которые очень меняются именно в подростковом возрасте. То есть то, что было актуально, там, 10 лет жизни человека, вдруг становится неактуально, возникают новые потребности, и это тоже обуславливает вот эту перестройку такую жёсткую. Иногда на это влияют какие-то социальные, объективные вещи, да, то есть условия пребывания ребёнка в школе, отношения с одноклассниками, со сверстниками, то есть отношения с родителями, внешние факторы. Ну и последние индивидуальные особенности, да, то есть если у нас вспыльчивый папа и вспыльчивый дедушка, то неудивительно, что наш ребёнок в подростковом возрасте тоже начал там вспыльчиво речь. Аккурирует родители, папу, дедушку, или это заложено просто в режиме? Это заложено иногда, это просто генетический вот такой фактор, который срабатывает и проявляет себя вот в подростковом возрасте. То есть это тоже как один из факторов. Чаще всего действуют все четыре, и тогда мы имеем действительно очень яркую картинку, очень яркие проявления. Самое главное, что тут важно понять, наверное, родителям, да, что никогда подросток не пытается сами воевать целенаправленно, да, нет у него задачи обидеть, оскорбить, отвернуться. То есть протестные реакции возникают как какой-то вторичный симптом от того, что ребёнок где-то с чем-то не смог справиться, где-то у него не получилось что-то понять, где-то у него не получилось... Причём это может быть не связано с родителями. Безусловно, конечно. То есть он протестует родителям, но на самом деле проблема, например, там в школе. Да, безусловно, так может быть. То есть часто родители принимают на свой счёт гораздо больше проявлений поведения подростка, нежели это действительно есть на самом деле. Хотелось бы немножко вернуться к вопросу вот нейро процесса. А вот я перед этим хочу спросить такой вопрос. С какого возраста подростки? Потому что по мне, ну вот я знаю ответ, да, я просто хочу, чтобы вы сказали как специалист, потому что очень многих родителей, вспоминая наш возраст, да, когда нам казалось, что подросток это 14-15 лет, сейчас дети называются подростками. Сейчас раньше, да, это происходит раньше. Во-первых, у девочек это происходит раньше, да, они как-то вот раньше в это входят. Во-вторых, в принципе, преподростковый возраст начинается с 8. Преподростковый. Да, 11 это уже подросток. Да, мы уже говорим про это, как вот про практически пубертат. Ну и дальше у нас там как бы… И дальше все веселее. Да, все веселее и граница, скажем так, да, которая вот нам рассказала все, это конец, да, вот закончился подростковый возраст. Ее нет как таковой. То есть человек может затормозить в подростковом возрасте, вести себя во взрослой жизни как подросток. Да, к сожалению или к счастью, не знаю, но такое возможно, да. Вот, и разные культурные еще факторы влияют, да. То есть чем больше, скажем так, вот эта детская культура проявлена в том или ином социуме, да, тем дольше, как правило, растягивается подростковый возраст. У нас сейчас нет никакого обряда инициации, да, никакого социального фактора, проходя через который, ребенок бы уже назывался взрослым. Да, то есть… Ну, наверное, в магазине начинают продавать сигареты. Ну, разве что, да. Да, это, ну, очень такой, наверное, условный… Уже можно самому пойти, да, там быть. Ну, может быть, да, или когда права можно получить или паспорт. Ну, вот, наверное, это сейчас, да, скорее так. Хорошо, давайте вернемся тогда. Что происходит в голове у этих чудесных детей? Да, что происходит в голове, собственно говоря? Наверное, ключевой вопрос, и, наверное, если бы мы имели возможность, если бы родители имели возможность это понимать, я думаю, было бы легче вообще во взаимодействии, да, и понятнее причины, почему происходит то, что происходит. Я попробую очень грубо сейчас, да, не вдаваясь в термины, да, и очень так, обобщенно. Но модель как бы такова. Собственно говоря, период подросткового возраста – это период реорганизации функций, которые выполняет наш мозг. То есть они работали определенным образом до подросткового периода. В подростковый период они переформатируются, они меняют свое функционирование, перестраиваются как бы. Нас интересуют два момента. Первый связан с тем, что очень сильно, ну, опять-таки, условно и грубо, но активируются зоны, процессы, которые касаются эмоций человека. Да, то есть у нас у всех есть какие-то внутренние структуры в мозгу, да, отвечающие за эмоциональную реакцию. В подростковом возрасте эти структуры особенно активны. То есть они прямо вот через край работают на полную мощность. Любые эмоции. Любые эмоции. Хорошие, плохие, чувствительность, ранимость, импульсивность. Противовес, грубость, агрессивность, оно же точно так же более активно. Да, да, то есть это все эмоциональная реакция. То есть эмоции у нас прям работают на 100%. Во взрослом возрасте у нас есть определенные, скажем так, ограничивающие механизмы, да, в нашей голове, которые помогают нам удерживаться. Определенные структуры, да, вот лобные доли, мы про них говорим много, да, и много про них сейчас пишут, которые помогают нам удерживаться в каком-то… дисциплинировать себя в первую очередь, да, удерживать себя в какой-то программе, планировать, расстраивать стратегию и удерживаться в этой стратегии, совершать волевые усилия, удерживать концентрацию внимания, удерживать свои импульсы, свои порывы, свои эмоциональные реакции. То есть такой, ну, в какой-то степени ограничитель, да. Контролер. Контролер, да, который помогает нам удерживаться. То есть когда мы во взрослом возрасте идем по улице и хотим есть, чувствуем запах выпечки, первый наш импульс – пойти схватить булку, да. Но наши лобные доли говорят нам о том, что… Достать кошелек, заплатить деньги. Да, подбор, а может перед едем мы худеем, да, и так далее. То есть появляются сразу ограничители. И это нас удерживает в каких-то рамках. Трагедия и, ну, как бы вообще вот история подросткового возраста о том, что вот эти лобные доли, эти структуры, которые отвечают за самоконтроль, за дисциплину, за планирование, они созревают позже, то есть они опаздывают. Тормозят. Да, они тормозят. То есть их связь с теми структурами, которые отвечают за эмоциональность, она вот в процессе наладки, да, она в процессе настройки. И очень часто контролер опаздывает в этой настройке. Получается, мы имеем такой фонтан эмоций, фонтан чувствительности, да, обостренный, как оголенный нерв, да, то есть подросток – это оголенный нерв, эмоциональная реакция на всё, резкая реакция совершенно на всё, что бы ни происходило. А как бы предохранителя ещё нет, он ещё не работает. Это физиология, это не вредность, это не принципиальная позиция подростка, это просто физиология, так работают мозги. Со временем потихонечку связь между этими структурами налаживается, они начинают работать слаженно, хорошо, и получается, что человек уже способен больше быть рефлексивным, сдержанным, спокойным, осознанным и так далее, да, то есть он уже как бы удерживается. Ну, ещё мне интересно, если такие эмоциональные подростки, то они же не могут объективно оценивать реальность, да, потому что, например, какие-то реакции родителей, вот это вот «ты меня не понимаешь», да, «ты не хочешь меня слышать», «ты всё делаешь мне назло», то есть вот озвучивать то, что хочется сказать ребёнку на самом деле, это тоже нормально. То есть они не потому, что они вредят и воюют. Да, это не вредность, это попытка вообще справиться с тем, что происходит, когда твоя реальность начинает меняться с огромной скоростью. И тоже такой момент, одна из задач подросткового возраста сделать гибкой систему своей оценки действительности. Сейчас я расшифрую, что имеется в виду, да, то есть подростки воспринимают мир в чёрно-белом. Есть хорошее, есть плохое, есть добрые, есть злые, есть классные, есть ужасные. Это я обожаю, это я ненавижу. То есть крайности. И так же про себя. И так же про себя. Я хороший, а тут же я плохой, да, потому что в это время очень много вот этого. Молодец, я ужасно хуже всех подстающих фу-фу-фу, да. То есть это крайности, это маятник во всём. И одна из задач подросткового возраста выработать способность ощущать полутона, понимать, что есть хорошее, есть плохое, есть можно так на это посмотреть, можно иначе, можно с разных сторон к этому подойти, да. То есть взрослые люди уже к этому способны. Ну, наверное, поэтому они очень любят всякие такие вот притчи, философские истории, да, потому что у них это... Но они всё равно их слушают с удовольствием. Ну, да, это есть, это есть. Да, потому что даёт возможность... А ещё вот тоже мне интересно, очень многие родители жалуются, ну или там комментируют, скажем так, но в большинстве своём жалуются, что детям вот было столько интересов, было столько сил, а сейчас вот ребёнок лежит просто на диване, ну или там, или в компьютере, или просто лежит на диване и ничего не хочет, бросает все свои увлечения, все задачи, там, забивает на учёбу, да, не хочет учиться. Это тоже связано с мозгом? Да, это связано в том числе с мозгом, это связано с решением вот тех психологических задач, которые есть в этом возрасте, с тем, что ребёнок сталкивается с необходимостью сформировать самого себя. То есть до 10 лет ребёнок транслирует ценности семьи. Он хочет быть похожим на папу, да, он хочет быть одобренным мамой, то есть он, я как они, я часть семьи. В подростковом возрасте стоит задача почувствовать себя отдельным от семьи, да, то есть есть семья, а есть я. Я точно не такой, как они, а какой я. Это главная, да, установка, с чего всё начинается, я не такой. Да, это нормально, это нормально, потому что это позволяет человеку сформировать свою автономию. Как ребёнок в 3 года, да, который раньше там переживал симбиоз с мамой, я и мама одно целое, в 3 года у нас негативизм появляется, да, вот этот кризис, нет, нет, нет реакции. Почему? Потому что у него формируется самосознание. Он и мама должны оказаться отдельными объектами. Здесь происходит всё то же самое, только на уровне психологическом. Я и мама должны оказаться отдельными объектами. На уровне ценностей, на уровне, там, не знаю, традиций, правил, образа жизни и так далее. Это не потому, что он перестал любить маму, а потому что он должен сформировать себя, понять, какой он, сформировать свои ценности, свои взгляды, свои вкусы музыкальные, там, в одежде и так далее. И вот эта острая необходимость выстроить себя обуславливает большую часть их помощи. Ну да, легче всего начинать с того, что я не буду такой, как вы, а потом уже от этого отталкиваясь учиться другим. Проблема в том, что не знает, какой я. То есть я не такой, как вы, как вы. Ну да, я же говорю, что легче всего сначала сказать, я не такой, а потом уже думать над тем, какой же я всё-таки. Ну и то, что вот они становятся лентяями, это... Как это вообще? Ну просто я себе так представляю и понимаю, что если такая происходит буря эмоций, да, это занимает очень много энергии, отбирает. Совершенно верно. И поэтому абсолютно реально и абсолютно тоже логично, что, например, спать надо больше, да. Безусловно, сон вообще очень важен. По дыскому возрасте ещё такая штука происходит. Разрываются связи, которые уже ребёнку неактуальны, скажем так, да, какие-то навыки, какие-то воспоминания, какие-то умения, которые были и уже ему не нужны, они уходят, отмирают. Но укрепляются те, которые актуальны, те, которые сейчас нужны. И вот в процессе сна этот процесс, он работает наиболее интенсивно. То есть сон нам нужен для того, чтобы, по сути, сформировать взрослого человека в себе. Подростки спят много, или спят очень нерегулярно, но это тоже нормально, и им обязательно надо давать возможность высыпаться. Это, ну, прям такая рекомендация. То есть, если, например, ребёнок встаёт, утром он говорит, я не могу, можно я пойду на второй урок? Тут вопрос, скажем так. Да, да. Иногда интересно, как родителям определить, что ребёнок реально устал, или что он хитрит? Откровенно говоря, ну, какого-то вопроса, знаете, секретный код. Ну, все же ждут секретный код, да. Да, к сожалению, его нет. Вопрос вашего контакта с ребёнком, да, насколько вы честны, насколько он бывает честен с вами. Ну, и скорее вопрос доверия, да, он тоже должен здесь присутствовать. И здорово, если ребёнок может признаться в том, что он просто не хочет идти в школу, и тем не менее вы даёте ему возможность остаться дома. То есть вот это было. А что вот ещё очень много родителей, сейчас это болезнь прям такая, ну, родители так считают, что это болезнь, вот все компьютеры, да, или там гаджеты, или Инстаграм, или Фейсбук, или Вайбер, вот прям, ну, огромное количество родителей жалуются на то, что всё общение происходит там, и что дети постоянно в этих гаджетах внутри. И все очень стараются и задаются вопросом, как их отучить от этого? Больной вопрос, да, актуальный, да, очень актуальный. Да, есть этот запрос от родителей в том числе. Просто давайте подумаем о том, что такое гаджеты на сегодняшний день, да, то есть это же не просто, там, игра, да, как это вот, либо препровождение, которое ребёнок просто тратит своё время. Гаджет – это инструмент, через который ребёнок может реализовать огромное количество своих потребностей. Огромное. Первое – это потребность в общении, да, то есть у них ведущая деятельность – это общение со сверстниками, это выстраивание отношений, и гаджет нам тут как ничто помогает, да, он помогает нам, им помогает коммуницировать, он помогает им формировать образ себя. Что такое лайки, да, что такое инстаграм, да, и почему подростки так от этого зависимы? Потому что лайк позволяет понять, что тебя оценили, ты понравился, да, кто-то вот плюс тебе в твою идентичность. То есть это тоже способ выстроить себя, выстроить, понять, какой я, понять, как меня воспринимают. Это очень важно для них, это занимает огромное количество их мыслей, их вообще, их энергии уходит на то, чтобы понять, как ко мне относятся и как меня воспринимают, через гаджеты в том числе, через социальные сети. В том числе гаджеты могут помогать ребёнку справляться с каким-то напряжением. Каким образом? В школе поссорился с ребятами, разозлился на кого-то, обиделся, меня кто-то обидел, оскорбил, у меня есть злость, у меня есть напряжение, я пришёл и пострелял стрелял, да, и я выпустил немножко, реализовал вот это ощущение тревоги, я его снял, или ощущение напряжения. То есть это может быть отреагирование каких-то эмоциональных переживаний тяжёлых. Это может быть дружба, но бывает такое, что дети не могут выстроить отношения в классе по каким-то причинам, у них есть сложности, и тогда они могут играть по сети, то, что сейчас называется там, в виртуальном пространстве, дружить с какими-то другими ребятами. Это тоже полезно. Это полезно, потому что их потребность возраста, выстраивание отношений, и если у ребёнка не входит это делать в реальности, или выходит плохо, он это компенсирует. Он это своеобразный тренажёр для них тоже. Да, он это компенсация, он это делает там, где у него выходит, так, как у него получается. Но я не могу сказать, что это прям совсем плохо. Но вот всё равно же есть какая-то грань, когда это становится зависимостью. Вот как её увидеть? Потому что, ну вот, у меня тоже ребёнок-подросток, да, и я вижу, у меня и дочь, и сын, и вот дочь, она постоянно в Инстаграме, ну как, не постоянно, но они общаются через Инстаграм, и Вайбер, вот, и подружки, и делают уроки они вместе через Вайбер, да. Я понимаю, что там общение, что там как раз вот эта фотография, там, ну вот что-то такое интересное. Но при этом она ходит на танцы, ей это очень важно. Она, конечно, отложит мобилку и будет играть, да, и она читает книги, и всё такое. Сын, он играет в этот, какая-то тоже там, сетевая как раз игра, он строит там отношения, в смысле дружбы. Они тоже там созваниваются, скайп, какие-то сессии, на время договариваются, да, но я вижу, что у него это становится основным интересом. То есть, когда предлагаешь ему какие-то другие виды деятельности, да, ну это нет, неинтересно. Потому что другие виды деятельности не связаны с общением с усердниками. Вот, вот когда понимать, да, вот что там, например, он начал заниматься, не знаю, тоже танцами бросил, ещё что-то там бросил, да, и всё, в сторону упадает вот туда компьютерной этой игры, сетевой. Ну, безусловно, вы правы, тут нужно, конечно, удерживаться в рамках здравого смысла, да, если мы видим, что компьютер занимает 90% времени ребёнка, это ненормально, да, мы понимаем, что в этом тоже есть какая-то сложность, и надо понять, почему так происходит, если это происходит. Но очень часто просто это оказывается самым лёгким и доступным для ребёнка способом вот эти свои потребности реализовать, то же общение, тот же отдых, то же развлечение, которое у них сейчас тоже в приоритете. Это просто самый удобный и самый лёгкий способ это сделать. И легко доступно, в принципе, да. Не тратя лишних. Ну, то есть, в общем-то, можно детей оставить в покое. Вопрос... Мы сейчас сказали ужасную вещь, да? Количество. Смотрите, бросьте ребёнка у компьютера. Тут важный момент. Не то, чтобы как бы закрыть на это глаза. В любом случае, закрывать глаза на подростка не надо, потому что тут нужен глаз да глаз, это правда. Если это нарушает уже качество жизни, переходит там действительно какую-то дозволенную границу, да, слишком много компьютера, кроме компьютера нет вообще ничего, да, никаких ни интересов, ни увлечений, ни общения, то есть вообще ничего, только компьютер. Да, здесь вопросы есть серьезные, да, здесь можно показаться психологу, потому что есть какие-то потребности, которые не удовлетворяются, есть что-то, что мешает ребёнку действовать в реальном мире. То есть он туда убегает, грубо говоря, от каких-то проблем, которые у него. Ведь не обязательно же это проблема в семье, да? Не обязательно. Потому что очень часто родители говорят, ну, у нас же хорошая семья, да, мы там спортивные, ещё там что-то. И очень тяжело мне, кажется, да, вот я как мама, мы это обсуждали перед передачей, да, тяжело по времени догнать ребёнка, да, вот он растёт, а мы не успеваем ещё догнать. И поэтому вот очень часто родители переживают, что ему стало с нами неинтересно, да, потому что и очень сложно осознать, да, что ребёнку на самом деле со взрослыми неинтересно. Больше неинтересно. Вообще, очень интересная идея о том, что меняются правила взаимодействия в целом, да, то есть до 10 лет мы живём по одним правилам, а потом всё меняется. И наши традиции семейные, наши какие-то там маленькие, да, правила, которые работали, да, и способы взаимодействия, они больше не работают, они больше не, ну, как бы, невозможно их применить. Это не потому, что ребёнок обиделся на родителей, или он их ненавидит, или он не хочет быть с ними, потому что он изменился. Изменились его физические размеры, да, физиологические, изменилось его психологическое состояние. Он в процессе выстраивания самого себя, ему нужно понять, кто он был. А вот этот вот, знаете, ещё тоже очень частая такая обида родителей, да, подростковый эгоизм. Это тоже вот связано с тем, что я, с этим надо вообще бороться, или это принимать тоже как? Смотри, как он появляется. Ну, вот, например, совершенно неинтересно вообще, что происходит у других членов семьи. И если разговор начинается, то только вот обо мне. То, что мне надо, то, что мне интересно. Нет, приходят, делятся своими задачами, да. Или там, например, вот папы очень часто, я знаю особенно почему-то часто комментарии, поскольку уже у меня подростки, то и у друзей папы все время обижаются, что ей или ему нужны только деньги от меня. Что вот только на себе сконцентрированы, только деньги. И я вот только нужен для денег. Не проявляет должного уважения, не проявляет должной благодарности. Ну, то есть, это столкновение, скажем так, родительских страхов, каких-то ожиданий, да, и тех процессов, которые переживает подросток. Первое, что хочу сказать, если он приходит и рассказывает вам про себя, и делится, да, и много говорит о себе, радуйтесь. Это большое счастье, на самом деле. Пока подросток говорит о себе и делится с вами своими какими-то переживаниями, чаяниями и чем-то еще, это очень здорово. Это значит, что у вас есть с ним классный контакт. Это очень ценно. Говорите с ним о нем столько, сколько надо. Просто сейчас настолько важно для него разобраться с самим собой, настолько много эмоций сейчас у него, настолько много переживаний, настолько много тревог, что, да, ему приходится говорить о себе, потому что с ним все не в порядке. С ним просто все не в порядке. Ему самому непонятно, что это. И если он приходит к родителю как к тому, кто может ему в этом помочь, это большая ценность. Поэтому стоит порадоваться. Это не эгоизм. Это момент, ну, как вам сказать, когда у нас какие-то серьезные проблемы, нам страшно или нам непонятно, мы растеряны, мы приходим к другу и рассказываем о своих чувствах. Потому что они нас переполняют, нас их много, и нам так важно получить поддержку и какую-то помощь. Поговорить о себе, да. Мы говорим о себе, да. Когда у меня что-то случилось, я прихожу к подруге и рассказываю о себе. Я не спрашиваю, в первую очередь, да, а как ты и как там у тебя там была. Да, да, да. Мне нужно свое. А если наоборот закрывать дверь и говорить, я не хочу с тобой об этом говорить и оставь меня. Так тоже бывает. Так бывает чаще, к сожалению. Вот это тот случай, когда бывает чаще. Тоже мы это, ну, как сказать, это, наверное, важно принять. Это надо уважать, это его право. А как же боязнь родителей о том, что с ним происходит? Она есть. И задача родителей бороться, ну, как бы, не бороться, скажем так, самому работать со своей боязнью. Потому что действительно подросток – это уже практически самостоятельный человек, и у него есть право на то, чтобы, да, рассказать или не рассказать, поделиться или не поделиться. И круто, если родитель показывает ему, что это право у него есть. То есть не ломится в дверь? Да, конечно. Хорошо, а тоже такая вот ситуация, ну, понятно, что бывают разные истории, бывают разные ситуации в школе, стрессы, да, и вот это же уже большой ребенок, неважно, там, девочка или мальчик, да, подросток, как правило, уже так, если это постарше подросток, он уже рос там там с нас, особенно с нас с вами, да, вот, и вот он, например, садится на кровать, я говорю, я не пойду в школу. Так бывает, да, это протестные реакции, которые у нас тоже появляются, время от времени. Вопрос, почему, грубо говоря, да, чем обусловить? Вот конкретно в этой ситуации что делать, да, потому что, ну, понятно, что надо разбираться, надо идти там, возможно, к психологу, потому что, насколько я понимаю, это уже совсем протестная ситуация, когда уже потерян вообще контакт, и договориться о чем-то нельзя. Стоит ли проявлять силу, начинать угрозами там или еще чем-то, ну, то есть добиваться своего, в каких случаях родителям надо все-таки добиться своего, потому что, ну, ведь отпустить же без границ тоже это плохо. Границы должны быть. Границы должны быть. И какие доводы использовать? Я скажу, почему вот мне этот вопрос, потому что очень часто родители опускаются руки, они не знают, что говорить, и начинаются вот эти разговоры, я тебя кормлю? Да, будь добр. Да, я там плачу за твою школу, ну, не школу, да, извините, там, за курсы, или я покупаю тебе одежду, ты там, я тебя содержу, поэтому ты должен меня по этому поводу слушаться. То есть, насколько это разумно? Так бывает. Я бы хочу сказать, что эти разговоры, формат этих разговоров будет обусловлен тем, как люди жили до этого 12 лет. То есть, если до этого момента приблизительно такие же вот были отношения, да, и приблизительно на таких же условиях люди договаривались, то, собственно говоря, что им мешает договариваться так же дальше, да, это будет жестче, это будет как-то вот совсем так категорично, но если в этой семье такая культурная традиция, мы с этим ничего не поделаем. Скажем так, в идеале, да, как бы более, ну, не то чтобы в другом случае, да, как может быть по-другому, когда есть контакт между мамой и подростком, да, или между родителем и подростком, и вот в этом случае, когда не хочу идти в школу, тут как бы глобальная задача для родителей разобраться, почему это происходит на самом деле, а в данной конкретной ситуации с самим подростком говорите, что происходит, называйте словами свои чувства. Я сейчас очень беспокоюсь, мне сейчас очень страшно, что ты ничего не хочешь. Я начинаю думать, что это потому, что там то-то, то-то. И я переживаю за тебя. Я сейчас растеряна. Мне хочется тебя заставить что-то сделать, но я боюсь тебя оскорбить, я боюсь тебя обидеть, боюсь, что ты закроешься. То есть просто честно. То есть они уже в состоянии это понять? Ну, безусловно. Нет, я просто к тому, что мамам же кажется, и папам тем более, что это их маленький мальчик или маленькая девочка, которые еще вот такие наши взрослые чувства, что они их еще не поймут. Тут больше не работает игра, делая, как я говорю, то есть это больше не работает. Здесь только честные отношения могут быть. Ну, то есть уже как со взрослым? Как есть, да. Я называю то, что происходит. То, что я чувствую. Да. Я уважаю твое право, я уважаю твое мнение, я понимаю, что у тебя есть своя ответственность, я хочу знать, что ты об этом думаешь. Не важно сейчас знать, что ты думаешь. Давай вместе подумаем, что мы можем с этим решить. Ты не хочешь школу, я это понимаю. Я очень беспокоюсь при этом, я не знаю, что делать, я понимаю, что у нас плохие перспективы. Что мы можем сделать в этом случае с тобой? Давай подумаем, может быть, у тебя есть какие-то варианты, что ты думаешь об этом? То есть дать ребенку почувствовать, что у него есть возможность влияния на ситуацию. Он вправе влиять на то, что происходит. Он вправе принимать решения. Тут очень тонкая грань между тем, чтобы дать ему почувствовать свои возможности и между тем, чтобы переложить на него полностью ответственность. Да. Вот очень интересный вопрос. Да, потому что стать подружкой подростку тоже не надо. Ребенок должен ощущать, что есть взрослый, есть тот, кто по сути несет ответственность и тот, кто, ну скажем так, задает рамки какие-то, да, вот крайние. Часто дети пробуют эти рамки. Особенно на группе очень чувствуется, когда они приходят. Сначала этап адаптации, мы там притираемся, все держимся, как-то вот вот присматриваемся, да, ведем себя очень хорошо. А потом начинаются вот пробы, да, как далеко можно зайти, как далеко можно, сколько можно нарушить правил, да, что будет, если эти правила нарушить. То есть взрослый – это тот, кто эти рамки все-таки удерживает, тот, кто надежный, кто сильный, кто, ну скажем так, готов справляться, готов помогать и готов справляться. Если ребенок ощущает, что мама превратилась в подружку, он сам растерян по поводу того, что происходит в его жизни. Если еще и мама тут сядет, начнет рыдать, ну собственно говоря, что делать дальше, как жить, да, то есть это вызывает больше... А вот наказание подростков, да, все равно же, ну то есть я так себе понимаю, что правила и границы можно устанавливать, можно, ну как я представляю, да, можно обсудить какие-то правила, ну например, что у нас дома мы не хамим, да, никто никого не обзывает и у нас нет хамства. Там, я не знаю, вы гуляете с собакой, это ваша обязанность, да, вы звоните мне, потому что я переживаю, где вы, да, чтобы я знала, где вы, что вы, какие у вас там планы и что вы собираетесь делать. И вот за нарушение каких-то правил, это вообще стоит наказывать и вообще за вранье, вот например, это же подростковый возраст, это же когда появляется огромный соблазн и большое количество вранья, к сожалению, да, с этим вот что делать. То есть вот я узнала, что ты меня соврал, ты меня обманул. очень правильно, сейчас начну, как бы сначала, да, вопроса про правила, очень здорово, когда они есть. Действительно, что когда они формулируются, они должны быть сформулированы обоюдно. То есть не просто, у нас теперь правило, что ты моешь посуду каждый вечер, а давай мы с тобой сядем и подумаем, да, у нас есть вот такие потребности в нашей семье, давай мы подумаем, кто какие обязанности будет выполнять, чтобы правила были составлены и подросткам тоже, да, им одобрены, то есть его ответственность тоже в этом должна быть, а не просто мы пришли и сказали, теперь у нас есть обязанность. Ну то есть тут правило, что у тебя есть обязанность какая-то, а уже какая, ты выбираешь в соответствии там с нашей семейной системой. у нас есть потребность в нашей семье, чтобы посуда была помыта. Мне тяжело это делать, например, там каждый вечер, да, или там вечером я занимаюсь чем-то другим, я бы очень хотела, чтобы ты мне с этим помог. Давай мы договоримся, что ты будешь мыть посуду. То есть вот, да, хорошо, или там нет, я не буду, и тогда мы смотрим на это по-другому. То есть это должно быть совершенно обоюдно. Это первый момент. Что касается, если правила нарушаются, и вообще, да, вот вопрос наказания подростка, скажем так. Мне очень нравится алгоритм, который предлагают авторы книжки, я и дальше ее озвучу, очень хочу порекомендовать родителям. Они говорят о том, что, конечно, нарушения будут, и что мы в этом случае можем сделать. Первое, что мы можем сказать, опять-таки, о себе, о своих чувствах, о своих ожиданиях. Я ожидала, что ты помоешь посуду, мы об этом с тобой договаривались, я рассчитывала, что ты это сделаешь, я очень расстроена, что ты меня там обманул или не сделал. Я очень переживаю, мне сейчас достаточно плохо. ты нарушил правила, мы договаривались, ты это правило нарушил, то есть ты нашу договоренность нарушил. У нас есть санкции по этому поводу, раз ты нарушил правила, значит, ты дополнительно, мало того, что мышь посуду, еще и мышь полы после этого. То есть что-то ощутимое для самого подростка, что-то, что, скажем так, займет его время и энергию, но это очень важно ему предложить, потому что, когда он помоет эти полы, ну, условно, ситуация может быть разная, это позволяет психологически как бы искупить войну, снять напряжение. Но не отбираем, например, компьютер на неделю. Нет. Ну, как вам сказать, компьютер на неделю, опять-таки, вопрос, сколько он там сидит и что он для него значит, и даже наказание за то, что был проступок, тоже должно быть, ну, хоть немножко одобрено. Да, то есть тоже согласие подростка. Почувствовать, что это справедливо. Да, совершенно верно. То есть наша задача озвучить свои чувства по тому поводу, который произошел, рассказать о своих ожиданиях, напомнить про санкции, о которых мы договаривались, и дать возможность искупить вину. Потому что, если мы просто начинаем говорить о том, что ты предал, да, или ты там не послушал, или ты, вообще я для тебя ничего не значил, расстроиться, уйти в другую комнату, ребенок остается с этим чувством, ну, вины. Это токсичное чувство, неприятное, непродуктивное. И, скорее всего, в последующем он эту посуду мыть вообще не будет, для того, чтобы не рисковать и в эту ситуацию больше не попадать. то есть момент альтернативы, как бы, да, момент возможностей. Получается, что вот это наказание, оно на пользу идет ребенку, грубо говоря, да, и помогает ему потом делать то, что мы хотели, да. Скажем так, да. Но тоже мне не хочется, чтобы это звучало, знаете, что наказание полезное, да, или что это закономерность. Это просто возможная ситуация, да, как договориться с ребенком. Это тоже должно быть как бы на уровне договора обоюдного. Если наша семья превращается в систему правил, да, в устав, грубо говоря, военный, нарушил, получил, ну, соответственно, мы будем иметь отношение устава. А вот еще такой тоже очень важный вопрос, где этот баланс между доверием и вот переживанием за детей, да, то есть, когда, например, не лазить в мобилку или не говорить, не подслушивать, что там, да, не заглядывать, не проверять дневник, например, личный дневник, насколько, вот как найти этот баланс? Знаете, я думаю, что, наверное, просто каждый родитель для себя отвечает самостоятельно на этот вопрос. Что бы я могла как бы порекомендовать так в целом, понятно, что мы должны уважать территорию подростка, мы должны уважать его личные границы, и если мы видим, что подросток справляется, грубо говоря, с ответственностью, да, с обязанностями, которые у него есть, ну, условно, да, он ходит в школу, у него неплохая успеваемость, у него, ну, там, какие-то интересы. Более-менее стабильное настроение, да? Да, настроение, в общем, какая-то социальная ситуация, она стабильна. Если он справляется с теми задачами, которые у него есть, на данный момент, исправляется неплохо, это повод ему доверять, это повод показать ему, что мы ему доверяем. Для них это очень важно, это очень значимо, да, когда подросток обнаруживают, что ты мне не доверяешь, это, ну, большая угроза для контакта, на самом деле, для отношений. Поэтому, насколько это возможно, доверяйте. Ну, вот я бы рекомендовала родителям доверять. А если мама очень тревожная? Вопросы мамы, вопросы работы мамы с собственной тревогой. Очень часто тоже этот возникает вопрос, и я вот родителям, например, говорю, да, что, ну, если вы уже не можете не проверять, да, вот вас настолько вам тревожно, что там происходит, то делайте это хотя бы так, чтобы подросток вообще никогда в жизни не узнал об этом. Ну, правда, честно говоря, не знаю, как ответить на этот вопрос. Я думаю, что это правда, индивидуально каждый решает для себя. Я просто могу сказать, что если это обнаруживается, это огромный риск для отношений. И если ребенок справляется и все хорошо, лучше поработайте со своей тревогой. Сходите к психологу, да, поработайте. Да, к взрослому психологу, и со своей тревогой поработайте с этим. Это сохранит ваши отношения с подростком, это укрепит его в возможности быть ответственным и самостоятельным, да, это сделает его сильнее. Скажем так. И это не нарушит ваши отношения. Ну, вот я, как мама, да, подростков, у меня ощущение, что я их теряю. Они вернутся потом ко мне. Ну, то есть я со всеми своими, да, со всеми своими знаниями я все это знаю, да, то есть я все это проходила, у вас же училась, я все это понимаю, у меня вся эта база есть, да, и я очень стараюсь вести себя вот со своими детьми, и я верю, что у нас есть этот контакт, потому что все равно приходят и говорят и рассказывают, и более-менее у нас все тихо, да, ну, в смысле, хорошо как-то со своими там всплесками, но вот это ощущение, что, ну, я потеряла своего мальчика маленького, любимого, и очень хочется, девочка как-то, ну, девочки сами по себе нежнее, да, и они больше к маме, а вот мальчик, все, вот они вернутся вообще когда-то, вот они снова смогут приходить к маме, да, и не видеть в ней врага. Вы, наверное, как сказочница, да, мне бы хотелось вам ответить, вот, метафора такой, да, есть же очень много сказок и историй про то, как уходит маленький мальчик, но возвращается мужчина, это, мне кажется, та история. Конечно, они вернутся, но они вернутся взрослыми, они вернутся другими, и это тоже вопрос родителей про способность принять то, что маленький мальчик превращается во взрослого мужчину, и это здорово, это прекрасно, это его путь. А девочкам невесту, да, какую-то взрослую тоже. Ну, я думаю, сегодняшнюю встречу мы закончим, осталось, наверное, больше вопросов, чем мы ответили на эти вопросы, да, потому что были и про конкретные какие-то случаи, и я надеюсь, что у нас получится сделать такую, как бы, серию передач, наверное, потому что я мама подростков, у меня очень много в окружении тоже родителей подростков, которые, ну, проявили огромный интерес к этой теме, и я надеюсь, что мы еще неоднократно встретимся и обсудим конкретно каждую тему, потому что, конечно, про подростков можно говорить много, а я бы, Марина, попросила вас, ну, так мы устроены, да, что нам все время хочется каких-то конкретных, четких советов и указаний от психологов, что же нам с этими подростками делать, и что все-таки самое главное в общении с ними, вот, чтобы родители этого не забывали. Ну, не знаю, там, три коротких правилах. Ну, советы каких-то, да, я постараюсь как-то очень так сформулировать. Первое, наверное, что бы я сказала, это очень важно принятие, принятие подростка тем, какой он есть сейчас, с тем, что мы помним, что он остается нашим ребенком, он любит нас, мы любим его, да, и это сильнее, чем какие-то шероховатости в наших взаимоотношениях сейчас, принятие того, что с ним происходит, да, второе, это чувство юмора, относиться спокойнее и легче, да, иногда нас чувство юмора спасает во многих ситуациях. От конфликта. От конфликта. Глубокого, от войны, наверное, да, от войны, с подростками. от тревоги, от страхов. Иногда, правда, чувство юмора, как ни странно, нам очень может помочь. Ну, и последнее, что бы я сказала, я бы хотела посоветовать родителям позаботиться о себе, вот, обратить внимание на себя, на свои состояния, на свои переживания, не игнорировать их, наполнять смыслами свою собственную жизнь, проживать свою жизнь так, чтобы это было вкусно и интересно. И вот это, ну, чувство, как бы, удовольствия от собственной жизни, им очень здорово делиться со своим подростком. Они подключаются к этому, они смотрят не на то, что мы говорим, а на то, как мы живём. Поэтому, заботясь о себе, о своих состояниях, о своих переживаниях, делая свою жизнь насыщенной и интересной, мы тем самым помогаем и обучаем этому своих детей. Спасибо большое. Спасибо огромное. Я надеюсь, до новых встреч. С вами была передача «Психология для всех», Яна Горбунова и Марина Тарасюк.